Впереди, мои дорогие, дело поручек-покупочек, и хочу с вами поделиться совсем немного, как бы, всё на скидках, как всегда. Вы же заметили, я покрасила волосы, на самом деле они почему-то кажутся чёрными, они не чёрные, это у меня как бы брюнетка, почему-то кажутся чёрным, я не знаю, но это не чёрные. Всё равно у меня краска долго не держится, она всё равно у меня смосится через, может быть, месяц, и будет намного светлее. Начну с косметики. Купила себе ещё одну палетку от Цуэва, это Warm Shimmer палета, сколько цветов не знаю, это такие вот очень тёплые цвета, то есть бронзовый, золотой, серый, такие вот красивые цвета. Их очень много, я, как бы, недавно покупка, я ещё даже не знаю, какие хорошие, какие плохие, поэтому, перед этим, как раз, я всегда сижу, сначала все цвета испробую, потом все размазаны и смотрю, какой цвет нанести. Очень классные цвета, очень хорошо пигментированные, долго держатся, хорошо их можно растушевать. Класс. Ещё одну палетку купила, там, 98 цветов, это такие вот матовые цвета, но они очень яркие, то есть там розовый, зелёный, жёлтый, такие вот цвета. Я, как бы, оставила, если какой-то день рождения будет, на подарок подарить. А потом себе я купила тушь, немецкие бьюти-блогеры, её очень хвалили, это тушь от Essence, I Love Extreme. Говорили, что вот дают эффект накладных ресниц, просто все там, классная тушь, классная тушь, и такая дешёвая, и такой эффект ресниц, и такие классные. И на самом деле, эта тушь, наверное, стоила где-то евро 2,70, и серьёзно, она даёт такой классный объём, она их ещё удлиняет, просто-просто классная тушь, мне это нравится. Я даже ещё и сравнила с тушью от L'Oréal, Миллион ресничек, и... Тоже самый эффект, что тату, что от L'Oréal, просто L'Oréal стоит 11 евро, а вот эта стоит 2,70, то есть 3, скажем, да. Огромная разница, поэтому... Я очень довольна, наверное, буду её дальше покупать. И, кстати, я её очень долго искала во всех магазинах, куда заходила, именно где она должна была лежать, было пусто. Быстро её всё покупает, и, видимо, всем она нравится. Потом 3 продукта от Catrice. Увидела в магазине, что Catrice вообще огромная скидка на все-все продукты, и там они все стоили евро 75. Начну с тени, взяла такую вот маленькую палеточку, там за ту же самую цену были другие палеточки, но там были по 4 цвета, но цвета были такие странные, синий, голубой, это вообще не мои цвета. Но очень жалко, потому что такую цену в 2 или 4 взять с теней. Ну, взяла эту, очень такая простая, такой вот красивый матовый белый цвет, и такой вот сероватый. Могу всем посоветоваться, кто, скажем, любит Smoky Eyes, но не такой сильный, такой, как бы, на весь, на каждый день. Очень красиво смотрится, очень элегантно, очень долго держится, хорошо наносится. В данный момент мой топ-фаворит, то есть я почти каждый день эту палетку использую, и это у нас цвет 70. Потом купила один лак. Цвет это 500, такого типа в армейском стиле, такой темный как, если так можно сказать. Тоже очень прикольно смотрится на ногтях. И купила одну помаду, но это неудачная покупка. Цвет 40, Berry Me. Но показал цвет очень красивый, но, к сожалению, цвет, либо цвет какой-то странный на губах, или просто не мой тип, да, то есть помада не к типу моей кожи, или не к цвету волос, не знаю. Такой вот цвет, очень красивый, но на губах смотрится очень ужасно. На губах смотрится, как будто вы только что из бассейна вышли, как бы, вы были 3 часа в бассейне, да, и потом, когда губы начинают становиться синими, фиолетовыми, вот такой вот цвет на губах. Так на руке красиво. Я думаю, может быть, помаду надо использовать сначала консилер на губы, чтобы нейтрализировать цвет губов, а потом сверху наносить. Надо испробовать. Ну, маленькую покупочку, такую коробочку для моих, для моей бюджетери, потому что она у меня просто валяется, такая ничего красивая, прикольненькая. Там другие были розовые, сердечки, и я не хотела, я хотела, чтобы какой-то нейтральный, и вот. Так вот. Потом купила кошелек у китайцев совсем дешево, такой вот очень красивый. Я люблю длинные кошельки, такие вот. Мне понравился цвет, дизайн, я подумала, как раз как-то станет тоже теплее, очень красиво и элегантно будет. Ковитасковая штука, кошелек. Тоже выглядит не так, я сказала бы, не выглядит дешево. И так вот это все выглядит внутри. Купила за 3 евро. Да. И здесь еще сзади может тоже что-то называться. Классный кошелек. Дарья, я купила носки, просто увидела, я не могла сдержаться. В Клярс Асусуаз за 4 евро. Такие вот. Вообще такие прикольненькие. Я вообще люблю носки с пальцами, куда пальцы надо засовывать. Мне так, не знаю. Подруга говорит, ей его не нравится, неудобно вот это, что между пальцами вот это. Носок неприятно, мне наоборот нравится. И очень понравилось, что на ноге такая кошка. И глазики это пуговица. Прикольно так. В гости ходишь, снимаешь обувь и сразу глаза бросаются на носки. И они очень теплые. Так, вот так. Далее. Купила обувь. Подруга себе ту же самую пару купила, только коричневый цвет. И я у нее увидела, мне так понравилось. Мне надо было их купить. Они были уценены на 20 евро. Такие вот сапоги. Проблема у меня, что у меня сапоги есть либо вообще без каблука, или экстремальный высокий каблук. Такого что-то среднего у меня нет. И они как раз. Они просто удобные. Вы как будто на них летаетесь. То есть с ними можно и на работу, весь день на ногах простоять. Вообще ничего, болеть не будет. И они вот длинные. Они до колен, даже выше колена. В обтяжку очень просто классные. И вот сзади они еще вот такие вот на веревке. Очень-очень красивые. Это как бы моя самая-самая лучшая покупка. Была в магазине Анкристин. Могу вам показать логу. Я думала, это вообще-то по Баварии магазина. Оказывается, этот магазин вообще-то нету так. По Баварии, как я думала, в нашем городе есть. В Минске, оказывается, нету. То есть странно. Ну, вот такое вот логу. И там я купила опять еще одну обувь, одну пару за 5 евро. Это уже когда будет теплее. Такая вот парочка. Очень удобно. Я решила как раз на работу. Маленький каблучок. Очень удобный. Ничего не натирает. Каблук тоже. То есть ног у вас не болят. Такие вот интересненькие, да. Элегантные какие-то такие, не знаю, под юбку красиво можно их одеть. Ну и за 5 евро я не смогла сдержаться. В том же самом магазине я купила двое ремней. Потому что у меня вообще ремней нету. Я не ношу джинсы. А если джинсы ношу, то у меня как-то всегда длинная кофта. То есть ремень никогда не виден. Вообще-то я очень часто ношу леггинсы. Я люблю леггинсы. И там как-то ремень не нужен. Но все-таки я решила когда-нибудь пригодиться. За 1 евро купила такой вот ремень простой. Красный. Тоже типа в стиле зиме. Такой. Прикольненький. И следующий это вообще самый классный ремень. Я его увидела. Надо было купить тоже за 1 евро. В стиле зиме. Такой же цвет такой красивый. И вот мне нравится вот эта вещь. Не знаю как на русском называется. Такая длинная, красивая, золотая. И очень элегантно смотрится. Так, далее. Я зашла в H&M и купила себе юбку. Если вы помните, в одном видео я вам показывала черную юбку. Эту. Которую мне подруга подарила. И я говорила, что она еще была вот в таком вот ярком розовом цвет. Еще продавался. Но я его нигде на скидках найти не могла. А вот вдруг увидела случайно на скидке. В другом H&M. Вот это. Этот классный. Розовый яркая юбка. Просто класс. Я уже придумала, как ее одеть. Я думаю, это вообще-то для лета больше. С какой-то вот белой мачки. Какие-то простые. Простую обувь с огромным каблуком. Очень будет красиво смотреться. Так все собрано. И вот снизу так. Класс. За 5 евро стоило 20. Теперь у меня две. Вот черная на сейчас. А светлее, когда будет теплее. И в магазине New Yorker. За 5 евро продавали такую вот юбку. Я ее взяла. Не знаю. Такой еще у меня не было. Такая-то простая. Материал такой вот легкий. Очень подчеркивает фигуру. Как бы типа змеи. Сбоку они вот такие вот собранные. И не знаю. Нравится, что вот здесь резинка. То есть не жмет. И ваши бока не видны. И она просто удобная. И мне кажется, ее можно и днем, и вечером одевать. Смотря как. С чем. Удобная, красивая. Делает красивую попочку. За 5 евро. Ну и плюс такой юбочки у меня еще не было. И последняя покупка. Это у меня куртка. Я вообще искала. Ту вот типа кожаную куртку. Черную. Либо как-то форма не была не та. Либо материал не был не тот. Вот если она нравилась, то размера не было. Или она была слишком дорогая. Вот. И я нашла в магазине за 10 евро. Именно такую, которую я хотела. Ничего особенное. Но зато за 10 евро. Ничего. Такая вот простая. Черная. Вот материал такой вот мягкий. А то обычно эти все не настоящие кожаные куртки. Они такие вот какие-то жесткие. А это такой вот мягкий материал. Тогда станет теплее. Буду носить. Да. И это все мои покупки. Надеюсь вам было интересно. И до следующих видео. Пока.